Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 17 августа 2021 года. И я хочу представить вам еще одну оформленную работу. Прибыла она из багетной мастерской дней 10 назад, а вышелась лет 7. Точно даже не вспомню. В общем, все это время она пребывала в виде рулончика в коллекции вышитых работ. Ну что, сейчас проведу вскрытие, распаковку и познакомлю вас немного поближе. Ну вот, распаковала. Друзья, вас, возможно, будет отвлекать картина выглядывающая «Тайная вечеря», с которой я вас уже как-то знакомила. Ну, просто я не могу подобрать другой ракурс, чтобы хоть как-то более-менее было видно. Картина оформлена под стекло. Я, конечно, не очень-то приветствую, но так как неполная зашивка, у меня не было другого выхода. И бликует просто по-страшному, невыносимо. И вот это единственное место, откуда, ну, более-менее. Ну, ладно. В общем, сколько бы она стояла еще в упаковке, не знаю. Но тут для нее, как говорится, сошлись звезды. Буквально на днях, в понедельник, на канале «Мир сквозь пяльцы», автор Анастасия, вышло видео, где она нас познакомила с новым сюжетом. Пиратский корабль «Черная жемчужина». Там, конечно, потрясающий сюжет. Ну, а так как у меня тоже пират со своей семейкой, правда, уже пришвартовавшийся в Тихой Гавани, женился, перевожу с пиратского. Ну, подумала, что нужно так и снять видео, показать вам, познакомить. В общем, сейчас буду частично приближать, чтобы можно было рассмотреть. Картина сама где-то 45 на 60 сантиметров. Ну, вот такая. Друзья, многое уже я не помню. Состоит она из трех наборов. Немю и авторская схема, аппарат. Ну, надо, может, погуглить и найти, не нашла уже. В общем, попыталась плести все воедино. Вот эти человечки вверху, которые свисают на реях, подмастерья, они вообще задумывались зеленого цвета были, должны были бы быть. Но я подогнала под свой, так, чтобы в едином цветовом решении все было. Ну, конечно, вот эта семейка, мимо нее я не могла пройти. Значит, большинство сюжетов для немюшек рисовал Жан-Батис Монш, французский художник, иллюстратор. Родился 11, сейчас прочитаю, июня 1971 года в Нанте. В общем, наш современник. И сейчас живет и работает во Франции. Талант художника и фантазии сказочника объединились в этом творце в единое целое. Так что фантастические, сказочные персонажи, сюжеты и меня не обошли стороной. Так, ну, начинаю приближать, и сейчас будет ложиться тень от меня и от камеры. Крайне неудобно, но, я надеюсь, терпимо. Ну, вот такие у них украшательства. Это я сама подбирала. Мне хотелось такие рубины ему на обувь, на его туфли. Такие пуговицы в жемчугах. Дама с черными жемчужинами в волосах. А оба трубочку покуривает. Вот он пробует свой напиток, какой получился из наперстка. В общем, они очень мне, помню, понравились. Нравятся и сейчас. В очередной раз из рулончика доставала. Посмотреть. Сын увидел, сказал, все немедленно оформляем, и я забираю к себе. Так что, вот, ждем. Здесь они яблочко несут. В общем, это все должно было быть отдельными картинами, но я не знаю, куда их маленькие, как, что, в общем, объединила все воедино, в одну целую. И, кстати, где-то я тоже видела, что, ну, девочки, кто-то делал триптих наподобие, вот так как-то. Ну, в общем, вот такое получилось произведение. Очень понравился костер, огонь. Вот они раздувают, стараются, и как интересно, один ярко выражен, виден, а второй в тумане, в дыму, расплывчато и припылено. Очень интересно. Хорошо разработана, как схема была. Потрясающе. Датчики давления. Вот они, ну, прям настоящие. Мне кажется, стрелка сейчас начнет дергаться, двигаться. Да, протирают пыль. Молодцы. Трудяшки трудятся. Дым какой натуральный мне понравился очень. В общем, мне понравилась очень схема. Краники все как надо. И да, вышивала я на аиде 18-го каунта, если сейчас я приблю... Да, по-моему, это 18-й. Конечно, неполная зашивка лучше смотрится на равномерках, на льне, вот такие ткани, но я не могу пока с ними никак общий язык найти. Я люблю Аиду. Сюжеты мне очень понравились, мне очень захотелось их вышить. Чтобы не заморачиваться, не мучиться и не страдать, а чтобы это приносило удовольствие, я все взяла Аиду и все вышло на ней. Ну, так меня устраивает всех нас устраивает, сын все сказал, забирает. Так что вот такие дела. Вот я с вами и познакомила еще одного пирата. Ну, а теперь, друзья, традиции нарушать не будем. Сейчас я не буду вас перегружать так слегка. Коснемся пиратской тематики. Ну, и, конечно, друзья, я не могла уйти, не почитав. Много времени не займу, но надеюсь, что будет интересно. Пиратские поговорки и пословицы. Этот материал собран специально для любителей пиратов и морской разбойничьей романтики. В этом материале все о том, как расшифровываются пиратские фразы. Как известно, пираты это морские разбойники и романтики, которые проводят в морских походах большую часть жизни. Девушки на пиратских кораблях это плохая примета, но случались и исключения. Знаменитая пиратка Альфида не стеснялась крепких выражений. Морской суровый быт накладывал на пиратов свой отпечаток. И именно это привело к тому, что большинство выражений пословиц грубы. Итак, английские поговорки в переводе. И моряки о Боге вспоминают, когда их море крепко прижимает. Трудна дорога, когда балласта много. Хоть ветер друг тебе, но ничего не должен. Всё тленно в море, кроме вахтенных журналов. Ветер попутный, что красотке верность распутной. Стоишь за штурвалом, не спи, в оба глаза гляди. Девятый вал валит на повал. Кто плывёт далеко, тому и врать легко. Учитель капитана шторм. Хочешь плавать на авось, лучше сразу море брось. Корабль плывёт, а берег остаётся. Богатым быть, у моря жить. И бывалый моряк промокает. Это наше и на старуху бывает проруха. Хочешь добраться до цели, плыви вместе со всеми. Есть у нас такая гуртомы батька лэши бытым. Ну и понятно, знаменитый полундра и свистать всех наверх. Ну, а теперь ещё интересная, на мой взгляд, информация. Ругательство. Тысяча чертей. Дизлайки. Якорь мне в глотку. Ух, нехороший комментарий. Разрзи меня гром отписка. Гром и молния хейтеры. Выкинуть белый флаг. Ну, это все знают, означает сдаться. Повторная подписка. Метать пиастры. Платить среди деньгами. Донатить. Сойти с якорями. Корабельный абордаж. Коллаборация каналов. Пустить пузыри. Погиб. Закрытие канала. Просаливать кости. Купаться. Канал ушёл в отпуск. Швартоваться в тихой гавани. Жениться. Лопни моя селезёнка. Пират расстроен. Нет просмотров. Мериться кладами. Хвастаться. Видео о покупках и хомячих запасах. Идти на всех парусах. Спешить. Снимать очередное видео. настроение. ещё немного. Набить трюм поесть. Промочить горло. Выпить. Разогреть трюм попить чай. Поддать лево руля. Изменять. Возможно, уходить на другие каналы. Сойти с якорями. Драться. Ну, вот и всё, друзья. Надеюсь, мне удалось немного поднять вам настроение. Пишите комментарии в доступных выражениях. Ставьте лайки и дизлайки. Кстати, можно применять и пиратские выражения. Ну, а я всем желаю мира, здоровья, побольше пиастров и хорошего настроения. Всем пока-пока.